Всем привет! С вами Паня и в этом видео я вам покажу очередного пэт-блогера. И заранее хочу извиниться за переменчивый свет в моем видео, поскольку на улице у нас сейчас переменная облачность, и солнце то выходит из затучки, то заходит в затучку, и поэтому становится либо слишком темно, либо слишком ярко. Но я постараюсь это регулировать. Давайте приступим к просмотру нашей жертвы. Видимо, мы из этого видео должны узнать, чем кормить собаку. Да, мне нравится эта тема, но я в ней не супер профессионал все-таки. Есть более, намного умнее люди в этой сфере, но все-таки что-то-то я знаю. То есть это что-то на таком приличном более-менее уровне. И мы сразу же видим на, то бишь, заставке, как доберманчик прыгает через лошадиное препятствие. Я считаю подобного рода занятия отдельной стадией аутизма у их хозяев. Если вы хотите подробное видео об этом, давайте соберем под этим видео 200 лайков, и тогда я сразу же выпущу видео о конкурсных собачках. Я не понимаю такого рода разделения, но видео называется «Экономия. Русский корм. Обзор по кормам. Чем кормить собаку». В общем-то, неудивительно. Ладно. Я не понимаю такого разделения. Обычно разделяются по классам. Там «Эконом», «Премиум», «Супер Премиум» и «Холистик». Что такое иностранные корма? Иностранные корма к нам привозят из-за границы. Принято считать, что в России все корма плохие. Где-то там за рубежом очень хорошие поля, где собирают лучшую пшеницу, срезают грудки с курей, мясо с свиней. И из этого делают муку и переготавливают самые лучшие иностранные корма, которые попадают к нам в Россию. Это не так. Там все то же самое. Там такие же люди на двух ногах, с двумя руками и с головой. Да, люди, может быть, там точно такие же, но их отношение к своему делу или к жизни в целом совершенно отличается от российских отношений к своим делам или к своей работе, или к жизни в целом. Поэтому я вам советую для ознакомления посмотреть какие-нибудь каналы, где люди, которые живут за границей, в Америке или в Европе, рассказывают о том, как им там живется. И вы увидите совершенно другое мировоззрение, совершенно другое отношение ко всему. Или даже американские фильмы. Посмотря всех блогеров, естественно, я поняла, то есть там они все говорят то, что американские фильмы не врут. Именно так все там и происходит. Поэтому отношение совершенно другое. Итак, из этого следует то, что корма делаются больше на совесть, нежели на накрутку цен. Поэтому, как они делают? Во-первых, хочу, чтобы вы сразу знали, как идет наценка на корм. Есть дядя, он производит корм. Он продает другому дяде в его же стране, который переправляет через таможню этот иностранный корм. Таможня берет денежку, потому что он перевозит большими контейнерами, и отдает другому дяде, который тоже берет за хранение, берет за себе и хранит этот корм. Потом он перепродает непосредственно в магазин или другому еще одному перекупу в другом городе. Потом те перепродают в магазин, и это попадает к вам. То есть, когда это попадает к вам, там был один дядя, который произвел, второй, который перекупил, таможню, потом еще один. И потом только, дай бог, чтобы это был магазин. Магазин может быть где-нибудь вот здесь. И вот эта вот лапа пришла к вам в кошелек и взяла ваше кровное. Нет, наценка на корм состоит совершенно не из перевозок, дам, дальности и как-то еще, как она и рассуждает. Она состоит, ну, да, там есть от этого проценты какие-то, но не полностью. Там все зависит от состава корма, от его класса. Нежели от расстояний. Допустим, если корм производят в Калининграде. Это тоже Россия. То есть, он будет стоить дешевле где-нибудь, я не знаю, в Сибири, нежели если корм нам привезут еще откуда-то. Или, допустим, корм из Сибири мне будет стоить намного дешевле, нежели корм из Финляндии, который я сама приехала за выходные, там, взяла его и уехала. Нет, соответственно, это бред, который я сейчас, собственно, сказала. У нас Россия совершенно не маленькая страна. И я думаю, она это понимает. Так что эта лапа будет присутствовать в любом случае. Астральный корм или же российский? И она будет присутствовать не в том, как она описала, естественно. Это очень сильно зависит от состава и качества корма. Если ты кормишь каким-нибудь дерьмом или педигри, естественно, тебе покажется, что «Ой, а зачем так кормить дорого собак?» То есть, в среднем мешок корма стоит примерно 2400. 2400 стоит мешок 15-16 килограммового, а иногда с 13 иностранного корма. Мне вот интересно, где она такие цены нашла? Зайдите в любой интернет-зоомагазин и посмотрите цены на корма. Даже российские корма, там, Роял Канин, Проплан, я не знаю, Юкануба и прочее, то, что производится у нас в России, стоит намного дороже за мешок корма, нежели... Я не знаю, где в этом... Вот, допустим, корм, который производится в России, Роял Канин. Большой мешочек, 15-килограммовый, стоит 3700, там, 18-очка, да? То есть, это не самый хороший корм, это корм достаточно низкого качества. Ну, давайте посмотрим его состав, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Пожалуйста, научитесь читать составы кормов, потому что это самое важное, что вам нужно знать в корме. За вот эти четыре... за пять... ладно, за... да, вот за вот эти 4000 вы можете найти корм достаточно лучше по составу, и при этом он будет стоить столько. Кукуруза, деградированные белки животного происхождения, птица, кукурузная мука, животные жиры, деградированные белки животного происхождения, свинина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жон, кукурузная клейковина, минеральные вещества, рыбий, жир, соевое масло, дрожжи, гидролизат из панциря... ракообразных, боже мой, гидролизат из хряща. Ааа, как же темно, блядь! 4000 стоит корм вот такого отвратительного качества. Ребят, это корм отвратительного качества. Зайдите и почитайте состав хороших кормов, которые стоят в 2 раза дороже. Я уже говорила, что за такие же деньги вы можете найти абсолютно нормальный корм. И действительно не переплачивать. Знаете, на чем играют поставщики кормов и продавцы этих кормов? На чем играют фирмы? На том, что вы не умеете и не знаете, как правильно читать состав. Как я понимаю, наша пациентка из этого же круга. 1300 стоит мешок 16 кг нового нашего дилли. Вот сейчас мы посмотрели, сколько стоит мешок роял конина с отвратительным качеством. 4000. Представляете, что может стоить 1300 за такой вес? Давайте же посмотрим состав этого дилли. Так, злаки, пшеница, овес сушеный, зародышевый пшеничный, мука животного происхождения, мясная, шорт, соевые, мясные субпродукты, животные, растительные жиры и масла, свекла сушеная, витамины, микроэлементы, разрешенные в странах СНГ, консервантные. То есть тут состав еще хуже. Если там хоть какое-то мясо присутствует, или отглазки, там намного больше отглазок с мясом было, то тут откровенный пиздец, потому что тут мука и мясные субпродукты. Красота, не корм, в общем-то. Тут понятно, что за такое. Ой, ужас какой-то. Я, конечно, понимаю то, что не у всех есть возможность кормить супердорогим кормом, или еще каким-то охорененным, ну, кормом с хорошим составом, но можно найти за хорошие, за неплохие, за небольшие деньги корм с хорошим составом и кормить им, нежели травить собачку дерьмо. Естественно, есть собаки, которые доживают там и на педигре, и на чапе, и нормально все с ними, но печень-то все-таки у собаки не железная, и как бы рано или поздно она себе даст знать. Печень очень терпеливый орган. То есть я беру или Дили, или Пуффинс. Они оба русские, оба производятся у нас, и по ценнику. Ну, об этом уже дальше. Так вот, иностранный корм. Если вы вот эту всю лаку уберете, то у вас получится те же 1300 рублей. То есть изначально он просто стоил столько же. Поэтому я очень хочу, чтобы вы поняли. А я очень хочу, чтобы вы научились читать состав. Сейчас существует интернет. Вы сейчас с легкостью можете проанализировать состав корма, допустим, на одном из сайтов. Есть такой сайт, компаньон, да, там, или что-то такое. Короче, вбивайте в поиски анализатор корма, там, форум что-то компаньон. И там можно посмотреть анализ корма. А еще есть чудесная статья в ОВД, я прикреплю ее ниже. Как проверить свой корм по качеству. Неплохой такой тест сушки. Обязательно тоже проверьте. И это просто очень полезно знать. Там корм. И если вы хотите все равно кормить иностранными кормами, то прежде всего подумайте. То есть надо ли это вам. И вы должны смотреть не только отзывы в интернете про тот или иной корм. Насколько я понимаю, такой контингент людей просто довольствуется обычными отзывами в интернете. И все. Больше он ничем не оперирует и никак по-другому, в общем, не знает, как проанализировать корм. Пожалуйста, научитесь изучать состав корма. Вы должны посмотреть на свою собаку. То есть корм должен подходить к ней. По возрасту, по росту и по стилю жизни. Да, вот с этим я соглашусь. То, что корм непременно должен подходить именно вашей собаке. Почему я скрываю марку своих кормов и никогда не рекомендую корма? Потому что это все сугубо мое мнение. Это все сугубо подходит моим собакам и только моим. Если, допустим, я кормлю там, я не знаю, каким-нибудь кормом, да, и тут вы хотите, ой, а пани же кормят этим кормом. Я тоже хочу кормить этим кормом. Я таких историй слышала очень много, поэтому я знаю, о чем я говорю. То есть они дают своим собачкам корм, собачке плохо с этого корма, и потом фу, пани, кормят своих собачек дерьмом, а собачка чуть не сдохла. Так, это одна из причин, почему я не говорю, каким корм я кормлю своих собак. Почему же я не советую? Потому что это сугубо ваша собака. Вы должны сами ее знать, сами знать ее особенности и сами подбирать корм, сами быть ответственными за это, сами изучать состав. Вы должны это знать, а не кто-то там другой в интернете вам должен советовать корма. То есть вы можете сейчас без проблем пройти по ссылкам в описании и посмотреть корм, на который хотите перевести, и посмотреть на свою собачку. Естественно, он должен, и естественно, я соглашаюсь с данным пациентиком, то, что корм должен подходить по возрасту, по весу, по стилю жизни. Но опять же, это зависит от вашей собаки, потому что некоторые собаки вообще не набирают на корме вес, а некоторые собаки вообще не набирают на натуралке вес. И с этим очень сложно, поэтому все зависит только от вашей собаки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok